Всем доброго дня! Приветствую всех наших зрителей, студентов будущих, кто нас сейчас смотрит. Это Высший колледж информатики. Сегодня расскажем об основных моментах. Естественно, ответим на вопросы по поступлению. Выступят кафедры информатики и также других кафедр нашего колледжа. И, собственно, давайте тогда начнем по порядку. Первым делом у нас будет большое приветственное выступление от нашего меха-центра вместе с их роботом, которого они хотят представить нам. Расскажите, пожалуйста, что это такое за устройство. Привет! Привет, мой взгляд. Ты кто? Я студент в ЭКО. Меня тут нечего. Расскажи про колледж. Привет, абитуриент. Добро пожаловать в Высший колледж информатики Новосибирского государственного университета. Хочешь стать крутым программом, но не знаешь, с чего начать? Приходи к нам в ЭКО и ЭМГУ. Здесь круто. Здесь программируют и компьютеры, и роботы. Две основные специальности. Первое – программные системы и комплексы. Второе – программирование компьютерных систем. В ЭКО и СИИ – преподавательский состав. Многие преподаватели – это ученые и профессора университета. В колледже информатики разработана оригинальная технология обучения студентов, основа которой практические занятия. Каждый год в колледже с сентября по июнь проводятся подготовительные курсы, а также работают воскресные летние школы информатики и программирования. Ждем тебя в нашу студенческую команду. До встречи. Абекурия. Что ты делаешь в свободное время? Танцую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что еще? Поздравляю всех с наступающим Новым годом. С Нового года учимся. Ура! Передаю слово директору. Добрый день. Рад всех приветствовать. На нашем дне открытых дверей, как всегда, дистанционном. Теперь мы уже к этому начинаем привыкать. Хотя вообще хотелось бы, наконец, все-таки увидеть всех живьем, увидеть всех в наших коридорах, в нашем колледже. Давайте я сейчас сделаю небольшую презентацию. Небольшую презентацию о нашем колледже. Постараюсь сильно не затягивать. Ну, вы уже видели, чем мы тут занимаемся. Вам вкратце рассказал наш новый студент. Студент очень активный, быстро развивается. Я думаю, что через некоторое время, возможно, он станет директором нашего колледжа. По крайней мере, некоторые вещи делает ничуть не хуже. Итак. Так, 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 да, так. Наш колледж был образован очень давно. Когда-то он назывался политехникум. Потом его присоединили к Новосибирскому высшему государственному университету. И в этот момент он стал называться высший колледж информатики. Колледж с самого начала был сосредоточением всех компетенций, которые у нас есть в области информационных технологий. Через некоторое время колледж дал... От него отпочковался технический факультет, который в дальнейшем был переименован факультет информационных технологий НГУ. И сейчас этот факультет информационных технологий базируется в центральном здании университета. И это один из самых известных и престижных факультетов университета. В колледже осталось только среднее профессиональное образование. И с 1991 по 2019 годы мы выдали дипломы больше, чем 2000 студентов. В этом году колледж снова выполняет свою функцию как генератор новых направлений высшего образования. В колледже запущен бакалавриат «Глубокая робототехника». Я в самом конце буквально пару слов по поводу этого бакалавриата скажу. И набрано 35 студентов. Идет образование, и оно идет опять на центральном кампусе НГУ. А колледж будет использован... Вот это здание, в котором я сейчас нахожусь, будет использовано как лабораторная база и как место для прохождения практики. А сегодня я буду говорить про среднее профессиональное образование, нашу основную вид деятельности. У нас в колледже все развивается очень бурно. С 2015 года по текущее время мы удвоили свою численность. Причем в значительной мере это было сделано благодаря тому, что есть очень большой спрос среди внебюджетных студентов на образование среднего профессионального образования. У нас есть два направления подготовки. Это программирование в компьютерных системах и информационные системы и технологии. Проходной балл в колледж значительно вырос. Сейчас он составляет на большинство направлений от 4 до 5. И в принципе наши студенты участвуют в олимпиадах и участвуют успешно. Можно сказать, что больше чем половина призовых мест по Новосибирску, Новосибирской области в области информационных технологий принадлежат студентам нашего колледжа. Поэтому колледж, конечно же, является одним из самых известных и самых престижных организаций, которые дают среднее профессиональное образование в области информационных технологий. Мы не останавливаемся на месте. Через некоторое время наша трансформация будет доведена до конца. Среднее профессиональное образование, это, конечно, в первую очередь профессиональное образование. То есть мы должны готовить человека к тому, чтобы он, готовить студента к тому, чтобы он мог работать по специальностям в области информационных технологий. Нам недавно передали огромное здание в 3000 квадратных метров. Сейчас мы его ремонтируем. Я думаю, в течение двух лет мы его запустим как производственный корпус. И это значительно расширит возможности наших студентов по прохождению практики. Там мы заселим резидентов, инновационные компании, которые будут давать нашим студентам места для прохождения практики. Ну, тут вкратце есть, какие замечательные вещи есть в нашем колледже. Одного из таких уникумов вы уже видели. Он представил вам наш колледж информатики. Кроме того, у нас есть самый мощный среди образовательных учреждений графический сервер. Это графический сервер Dell House, на котором студенты проходят, выполняют работы в области глубокого машинного обучения. Колледж большой, в нем 10 тысяч квадратных метров плюс 3000 квадратных метров, которые мы сейчас ремонтируем. 200 мест есть в нашем общежитии. 20 компьютерных классов. Причем мы отходим от стационарных компьютерных классов. И последние годы мы стараемся, чтобы компьютерные классы все-таки были оборудованы ноутбуками. Это гораздо удобнее. В принципе, если вы приходите со своим ноутбуком, то это тоже замечательно. Я думаю, что мы движемся в ту сторону, когда компьютерных классов стационарных у нас не будет, и будут у нас в основном ноутбуки. И все, в общем, могут приноходиться своими, либо брать ноутбук в колледже для того, чтобы обучаться. Учебно-научные лаборатории. Их 4 штуки у нас. Вы, я надеюсь, сегодня с ними познакомятся. Есть еще также механические мастерские. Есть различные виды внеучебной активности. Муз-клуб, культурный центр. Недавно барабан туда купили. Правда, я еще не слышал, как он работает. Как я уже говорил, мы участвуем в самых разнообразных, студенты участвуют в самых разнообразных соревнованиях, которые есть для студентов среднего профессионального образования. Воскресная школа, про нее сказал наш новый студент-робот. Есть воскресная школа, подготовительные курсы. И еще у нас есть летняя школа, мероприятия, которые в этом году мы проводили в дистанционном режиме. Но я надеюсь, что мы все-таки, уже к этому лету эпидемия уйдет, пойдет на спад, и мы с вами проведем летнюю школу в очном режиме. Это очень веселое мероприятие. Оно проходит где-то примерно с начала июля и до конца июля. Три недели, 15 учебных дней. И за эти 15 учебных дней вы научитесь программировать с нуля. А если кто-то уже умеет программировать, то значит, он сможет углубить свои знания по самым актуальным направлениям информационных технологий. В колледже есть также подготовка к ЕГЭ. В принципе, ну не секрет, что с того момента, когда в наш колледж стали поступать дети с очень большими и возможностями, и амбициями, появился большой запрос на то, чтобы мы стали готовить и к единому государственному экзамену. Как это делается сейчас? Колледж в рамках среднего профессионального образования обязан выдавать также все предметы, которые относятся к области среднего образования. То есть у нас есть география, у нас есть история. Ну вот все общеобразовательные предметы мы обязаны выдавать. И ребята, которые заканчивают, поступают после 9 класса, в конце 2 курса имеют право, это по закону у них есть такое право, они имеют право податься на ЕГЭ, имеют право сдать ЕГЭ. И в том случае, если они успешно сдают единый государственный экзамен, колледж имеет возможность выдать им сертификаты, аттестаты о среднем образовании, и они могут поступать в высшие учебные заведения. Когда в этот момент, вот после первого курса, как правило, студенты делятся на два потока. Один поток начинает активно и усиленно готовиться к ЕГЭ, а другой поток уже сориентирован на среднее профессиональное образование, на то, что они останутся в колледже и пойдут после окончания колледжа сразу куда-то работать в компании. А те ребята, которые готовятся к поступлению в ВУЗу, мы помогаем их, это бесплатно, это делается за счет колледжа, но единственное, что я хочу сказать, мы на свои подготовительные курсы по ЕГЭ берем не всех, а только тех, у кого большая вероятность того, что они сдадут ЕГЭ хорошо. Ну, обычно это где-то примерно больше трети потока мы готовим к ЕГЭ по трем предметам – математика, информатика и русский язык. Дальше те ребята, которые успешно сдали ЕГЭ, имеют возможность поступить в ведущие ВУЗы нашей страны. Ну, вот в этом году поступило в ВУЗы 52 человека, из которых больше 20 поступили в Новосибирский государственный университет, причем, как вы видите, несмотря на то, что они заканчивают колледж информатики, ребята закончили колледж информатики, поступают по самым разнообразным направлениям, в том числе на гуманитарное направление, на экономический факультет. Я разговариваю с ребятами, ребята говорю, а зачем вы поступили в высший колледж информатики, если вы хотите специализироваться в гуманитарных предметах? Ну, ответ обычно один – хотели уехать из дома, хотели начать самостоятельную жизнь. В другие ВУЗы поступило около 30 человек, и география самая, что здесь широкая, это, конечно, второй по численности – это ВУЗы айтишного профиля, на айтишные направления НГТУ и СИБГУТИ, но, кроме того, поступают и в Сибирский федеральный, и в Томский университет, и в Москву, и в Санкт-Петербург. Здесь план нашего приема на 2021 год. Мы набираем студентов на базе 9 классов, на базе общего образования, и на базе 11 классов, на базе среднего образования. На базе общего образования срок пребывания в колледже обучения составляет 4 года. Один год фактически происходит ускоренный курс того среднего образования, которое дают в школе, и потом 3 года идет профессиональное образование. Те, кто поступают на базе 11 классов, у них нет вот этого года со средним образованием, они сразу начинают получать профессиональное образование. Бюджетных мест вы видите расклад. На этот год у нас 190 бюджетных мест, причем компьютерные системы и комплексы получают 50 мест, и информационные системы и программирование получают 140 мест в сумме 190. Кроме того, мы принимаем платных студентов. В этом году мы будем принимать меньше платных студентов, чем в прошлом году, ну, потому что у нас больше бюджетных мест. Поэтому всех приглашаем на бюджетные места. По поводу того, кого мы ждем в колледже. Дорогие друзья, ребята, родители, еще раз напоминаю, что Высший колледж информатики – это учреждение среднего профессионального образования. Ну, по крайней мере, та его часть, про которую я вам сейчас рассказываю. И поэтому среднее профессиональное образование – это массовое образование, которое должно быть доступно для всех. Основными критериями того, что в колледже Вы получите качественное образование и диплом, и дойдете до конца и получите диплом техника или специалиста, является Ваше собственное желание. Вот я постоянно говорю, что большинство школ, большинство самых лучших колледжей и, значит, образовательных школ, университетов всегда ищут таланты. Мы ищем не таланты, мы ищем мотивированных ребят, которым интересны информационные технологии, и которым интересно то же самое, что интересно тем студентам, которые учатся сейчас, и тем преподавателям. А нас всех объединяет любовь к информационным технологиям, к технике, к гаджетам и ко всяким прикольным штучкам. Поэтому, если Вы такой, если Вам все это интересно, обязательно приходите к нам. Ваши способности не так важны, важно Ваше желание и Ваше терпение, трудолюбие. Если Вы ходите на занятия, если Вы выполняете требования преподавателей, если Вы стараетесь, Вы обязательно дойдете до конца и получите диплом. Вот что я хотел, чтобы Вы поняли и, значит, действовали в соответствии с этим. Компьютерные системы и комплексы больше ориентированы на работу с периферией. Вот того замечательного робота, которого Вы сегодня видели, а также много других вещей, которые Вы увидите в лаборатории, это в основном прерогатива компьютерных системах и комплексов. Информационные системы и программирование ориентированы на чистое программирование, хотя здесь тоже, если кто-то хочет с периферией работать, с роботами, с различными устройствами, то кто ему может помешать? Никто с дронами. Языки программирования, которые мы, в принципе, в колледже, примерно половина занятий проходит в компьютерных классах, то есть напрямую связаны с программированием. Языки программирования, первый курс – это Python и C. Я думаю, что мы, значит, на компьютерных системах комплексах – это C++, на информационных системах программирования, скорее всего, мы перейдем с чистого C на C Sharp уже, наверное, на этот год, на 2021 год. Ну, посмотрим, как пойдет, значит. Но в ближайшее время мы планируем практически полностью перевести информационные системы и программирование на скриптовые языки – это Python, C Sharp и JavaScript. Компьютерные системы и комплексы в силу специфики, в силу того, что надо работать с периферией, там будет C++. Вот. Проходные баллы. Проходные баллы на бюджет в последние годы стабильно высокие, то есть балл начинается от 4. То есть как у нас вообще, в принципе, производится зачисление. Достаточно сложная система, и она ориентирована на то, чтобы в первую очередь проходили ребята, которые имеют высокие баллы по техническим предметам. Я не буду сейчас долго останавливаться на этом слайде, потому что я когда расскажу про систему нашу, то станет более-менее понятно, что значат вот эти циферки. Итак, как у нас идет поступление в Высший колледж информатики? Во-первых, у нас идет прием по аттестату. К нам нет никаких экзаменов. Ни после девятого класса нам не нужны результаты ОГЭ. После одиннадцатого класса нам не нужны результаты ЕГЭ. Все, что мы хотим знать, это оценки в вашем аттестате. Берутся оценки в аттестате. Из них выбираются три предмета. Эти три предмета разные для разных направлений. Если мы говорим о компьютерных системах и комплексах, то для этого направления профильными являются физика, математика. Из математики мы выбираем именно алгебру. И информатика и ИКТ. Берутся оценки по этим трем предметам из аттестата и вычисляется среднее значение по этим оценкам. И таким образом абитуриенты ранжируются в соответствии с этим средним значением. Для предмета информационной системы программирования такими профильными предметами являются информатика и ИКТ, математика и русский язык. Обратите, пожалуйста, внимание. Мы специально на одной из специальностей не стали использовать русский язык. Поэтому если у кого-то не лады с русским языком, а такое бывает, то подучите физику и приходите на направление компьютерной системы и комплексы. У нас и там, и там хорошо учат программировать. Дальше. После того, как абитуриенты отранжированы по трем профильным предметам, если совпадают средние баллы у многих абитуриентов, то мы смотрим, у какого абитуриента, у кого из абитуриентов выше балл по главному предмету общеобразовательному. Для направления компьютерной системы и комплексы таким предметом выбрана физика, для специальности 090207 таким предметом выбрана информатика. То есть дальше маражируем по второй колонке по только одному предмету. И если в этом случае происходит совпадение баллов абитуриентов, то тогда уже в дело идет полный балл аттестата, у кого выше балл аттестата, тот и проходит выше, тот и ранжируется выше. Мы смотрим по каждому направлению, вот, например, у нас на первое направление после 9 классов 30 бюджетных мест. Соответственно, мы ранжируем абитуриентов в соответствии с теми правилами, которые я только что рассказал, и проводим черту отсечения между 30 и 31 абитуриентом. Так люди попадают на бюджет. Вся эта процедура заканчивается где-то в районе 15-18 августа. Кроме того, мы принимаем на вне бюджета. Вне бюджет ничем не отличается от бюджета в плане образования. То есть мы не делаем специальные группы для вне бюджетников, а специальные для бюджетников у нас все учатся вместе. Более того, если вы хорошо учитесь на вне бюджете, вы имеете возможность перейти на бюджет согласно закону об образовании через год, если вы не имеете троек в среде оценок за семестр. Обучение у нас, в отличие от школы, не по четвертям идет, а по семестрам. Сдаются экзамены, зачеты два раза в год, зимой и летом. Если вы не имеете троек и двоек, тем более, то в этом случае у вас есть все шансы перевести на бюджет. Места бюджетные, как правило, хорошо освобождаются, и у нас такие случаи не то, что там, значит, часто бывают, а мы просто делаем это на абсолютно регулярной основе. Человек 20-30 каждый год мы с удовольствием переводим с вне бюджета на бюджет, и при этом, соответственно, люди перестают платить плату за образование и получают право на заселение общежития и так далее. Значит, в Высшем колледже информатики действует отсрочка от армии на период обучения. Поэтому поступая после 11 класса, вы получаете на три года отсрочку от армии. Соответственно, поступили после 9, а отсрочка от армии оформляется в тот момент, когда вы переходите на третий курс. Стоимость обучения в нашем колледже в этом году мы будем поднимать. Пока еще мы не знаем, насколько мы будем поднимать, но точно она будет больше 80 тысяч рублей для тех, кто поступает после 9 класса, и больше 75 тысяч рублей тех, кто поступает после 11 класса. Речь идет о стоимости обучения за год. То есть это не за семестр, это за год. И думаю, еще на эту тему не думали. В прошлом году нам запретило министерство поднимать стоимость обучения, поэтому мы оставили ее на прежнем уровне. И это создало очень большую конкуренцию среди внебюджетных студентов. То есть мы закрыли прием по некоторым направлениям уже буквально через 10 дней после того, как мы объявили начало приема. 20 июня мы объявили о том, что начинается приемная кампания «Подавайте документы», а уже в первой же неделе июля мы закрыли прием после 9 класса на направление 090207 информационной системы и программирования на внебюджет. Мы студентов на внебюджет принимаем все время приемной кампании, до тех пор, пока не заполним бюджетные места. Ну, в принципе, я не знаю, будем ли мы вводить какие-то ограничения. Скорее всего, нет. То есть чуть-чуть повысим цену за образование. Сейчас у нас где-то 73 после 9, будет чуть больше 80. И, соответственно, будем принимать всех желающих до тех пор, пока не заполним внебюджетные места. На что я очень сильно прошу обратить внимание иногородних студентов. На то, что общежитие у нас маленькое. У нас тысяча с лишним студентов в колледже и всего 200 мест общежития. Поэтому когда-то давно, 5 лет назад, было принято решение, что в общежитие мы заселяем по тому же рейтингу абитуриентов, по которому люди поступают. Таким образом, в общежитие попадают у нас только бюджетники последние годы. Кроме того, общежития не хватает даже на всех бюджетников. Поэтому, например, в этом году мы тем, кто после 11 класса, общежитие не предоставляли, даже бюджетникам. Пожалуйста, обратите на это внимание. Мы бы рады всех поселить, но мест у нас нет. Общежитие у нас хорошее. То есть мы его недавно отремонтировали. Такое уютное. Комнаты большие. По 4 человека в большой комнате, по 2 человека в маленькой. Поэтому самая главная ценность, когда меня спрашивают, что самое главное, самое ценное в колледже, я всегда отвечаю – общежитие. В общежитии у нас действует сухой закон. Никто не имеет права употреблять алкогольные напитки, никто не имеет права курить. Поэтому за любые нарушения в общежитии у нас немедленно следует выговор и отчисление. За нарушение сухого закона мы отчисляем немедленно из общежития. Поэтому там порядок. И, пожалуйста, если вы поступите, поддерживайте его именно таким, какой он сейчас. Так, ну и два слова буквально я бы хотел рассказать по бакалавриат. Вот. Значит, у нас, кроме того, что мы реализуем среднее профессиональное образование, под тем же брендом, под брендом высшего колледжа информатики, у нас есть бакалавриат. Полноценный бакалавриат Новосибирского государственного университета, который идет абсолютно по тем же правилам, что все остальные бакалавриаты. И более того, первый курс этого бакалавриата у нас студенты учатся вместе со студентами ФИД. В этом году, в 20-м году у нас не было аккредитации, поэтому в бакалавриате не было отсрочки от армии. И поступило не так много наших студентов высшего колледжа информатики, как нам хотелось бы. В этом году мы получим отсрочку от армии, то есть мы пройдем аккредитации, и на бакалавриате будет отсрочка от армии. То есть ребята смогут поступать и получать отсрочку от армии, так же, как на любые другие высшие учебные заведения. Кроме того, будут изменены правила приема. Это буквально свежие изменения в законе об образовании. И если раньше фактически было и практически невозможно поступать на основании, не только поступали по результатам ЕГЭ, то сейчас для студентов среднего профессионального образования открылась очень интересная возможность поступать по результатам специальных вступительных испытаний. И эти вступительные испытания мы сейчас прорабатываем, по крайней мере, те выпускники, которые будут этого года. Мы уже попробуем этот механизм. То есть ребята отучатся после девятого класса четыре года в СПО и затем сдадут специальные вступительные испытания и смогут поступить в бакалавриат. Это очень хороший механизм, потому что ЕГЭ на самом деле не для всех, а часть очень талантливых ребят. Нам просто жалко их терять. Они прямо созданы для высшего образования, но не очень созданы для ЕГЭ. Поэтому мы надеемся, что этот механизм полностью заработает. О чем этот бакалавриат? Ну, этот бакалавриат у нас про глубокие нейронные сети и про их использование на практике. Что такое глубокие нейронные сети? Это открытие, которое было сделано в 2012 году. Аспирант университета Торонто открыл математический объект, который умеет распознавать объекты на фотографиях так же хорошо, как это делает человек. И, соответственно, с этого момента компьютер стал воспринимать фотографии не просто как набор пикселей с разной интенсивностью, а стал воспринимать их так же, как человек. То есть он видит, какие объекты на них изображены. И благодаря этому мы получили гораздо больше возможностей по передаче управления машином. Ну, вот здесь вот приведен пример. Правда, бдительные студенты, конечно, тут же заметили, что ребенок не отбрасывает тень. И, значит, стали писать, что это фотошоп. Да, мы знаем, что это фотошоп, но это просто пример, пусть и удачный. Ребенка на дорогу мы пускать не хотим, даже для того, чтобы это было все по-настоящему. Вот этот пример из области как раз беспилотных транспортных средств, когда с помощью глубокого обучения машина получает возможность понимать, какие объекты находятся на дороге, где находится сама дорога. И, соответственно, с этим можно строить алгоритм их движения. Так, ну, я не буду задерживать время. Я думаю, надо посмотреть лучше своими глазами, что у нас есть в Высшем колледже информатики. Я только скажу, что это направление чрезвычайно востребовано. Мы сейчас будем создавать несколько таких учебно-производственных лабораторий, которые наши студенты вместе с нашими преподавателями будут выполнять заказы из реального сектора как раз в этой самой области. По разметке датасетов, обучению глубоких нейронных сетей наш колледж как раз полностью укомплектован для решения подобных задач. Спасибо большое за внимание. Говорил чуть дольше, чем хотел, но с удовольствием потом еще отвечу на вопросы. Пожалуйста, задавайте их в чате. Мы к этому обязательно вернемся. А сейчас я возвращаю слово Виталию Кудинову и будем дальше двигаться по нашей программе. До свидания. Да, все, спасибо, Алексей Григорьевич, за выступление. Сейчас мы тогда добавим, подключим исполняющие обязанности заведующей кафедрой информатики Ярославцева Татьяну Владимировну. Так, Татьяна Владимировна, меня слышно. Да, слышно. Спасибо. Добрый день, уважаемые ребята, родители. Я представляю кафедру информатики ВКИ. Сейчас покажу тоже маленькую презентацию, расскажу о функциях нашей кафедры. О том, чем мы занимаемся, какие предметы изучаем и чем все это заканчивается. Значит, как уже Алексей Григорьевич рассказал, набор в 2021 году ведется на два направления. Компьютерные системы и комплексы и информационные системы и программирование. Обучение будет вестись по программам подготовки на базе основного общего образования, то есть на базе девяти классов, и на базе среднего общего образования, это на базе одиннадцати классов. Соответственно, срок обучения три года десять месяцев и два года десять месяцев. Кафедра информатики отвечает за подготовку и выпуск студентов по специальности информационной системы и программирования. Код специальности 090207. Выпускникам по окончанию присваивается квалификация программист. Значит, ну, соответственно, вот срок обучения вы видите. В соответствии с учебными планами, кафедра информатики обеспечивает освоение студентами ВКИ дисциплин общепрофессионального цикла, таких как информационные технологии, основы алгоритмизации и программирования, основы проектирования баз данных, операционные системы и среды, компьютерные сети, объектно-ориентированное программированием, и профильной дисциплиной является информатика и информационно-коммуникационные технологии, в рамках которой на настоящий момент изучаются два языка программирования Python и C. Ну, как уже Алексей Григорьевич сказал, есть перспективы по включению в курс языка C-Sharp. Дисциплины общепрофессионального цикла изучаются преимущественно в первые два года обучения. Для студентов, поступивших на базе девяти классов, существует возможность успешно сдать ЕГЭ и продолжить обучение в ВУЗах. Также на втором, третьем, четвертом курсе обучения изучаются дисциплины профессионального цикла, объединенные в профессиональные модули. Вот на этом слайде вы видите четыре модуля для специальности 090207. Первый модуль – разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. В ходе изучения дисциплины этого модуля студенты изучают языки программирования C-Sharp, C++, Java, учатся разрабатывать мобильные приложения, изучают принципы разработки, поддержки и тестирования программных модулей. Следующий модуль – осуществление интеграции программных модулей. В ходе освоения дисциплин этого модуля изучаются инструментальные средства и технологии разработки программного обеспечения. Следующий модуль у нас – сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. И четвертый модуль – разработка, администрирование и защита баз данных. В ходе освоения этого модуля изучается язык управления базами данных SQL. Последний семестр обучения ВКИ посвящен производственной преддипломной практике и написанию выпускной квалификационной работы. Производственную практику студенты ВКИ проходят в различных профильных организациях. Мы сотрудничаем с рядом компьютерных фирм, научных институтов, САРАН, куда и направляются наши студенты для прохождения практики в зависимости от их области интересов. Темы выпускных квалификационных работ могут быть разнообразными, связанные, например, с веб-разработкой, разработкой мобильных приложений, с игровой тематикой, с разработкой различных программных продуктов для решения широкого круга научных задач. Ко всему этому наши выпускники готовы, так же, как и готовы вести профессиональную деятельность в соответствии с выбранной специальностью. Ну, немного скажу про кафедру, про преподавательский состав нашей кафедры. Значит, это в колледже информатики самая многочисленная кафедра, насчитывает она порядка 60 сотрудников. Часть сотрудников это штатные преподаватели, остальные преподаватели у нас являются людьми с производства, то есть основное место работы у них фирмы компьютерные, научные институты и, соответственно, должности, связанные с компьютерными разработками. Естественно, все сотрудники кафедры информатики с высшим профильным образованием, среди них есть порядка 10 кандидатов в наук, физико-математических, технических. Ну, вот такой у нас состав, довольно профессиональный. Спасибо за внимание. Ждем ребят в следующем учебном году к нам в колледж. Спасибо. Татьяна Анатольевна, спасибо большое за выступление. Мы тогда переходим дальше. И теперь следующий у нас участник, это заведующий кафедры естественных наук, Назаров Александр Дмитриевич. Александр Дмитриевич, меня слышно? Да, слышно. Здравствуйте. Передаю вам славу. Здравствуйте. Будущие наши студенты и их родители. Я заведующий кафедрой естественных научных дисциплин. Это кафедра выпускающая, которая в основном связана со студентами направления 0902-01 компьютерной системы и комплексы. Кем же становятся выпускники нашей специальности в направлении компьютерной системы и комплексы? Это специалисты по разработке и эксплуатации систем с компьютерами, микропроцессорной техникой, компьютерных сетей. Это специалисты по системам разработки цифровых устройств, микропроцессорных систем, систем по разработке не только программ для компьютеров, но и программирования микроконтроллеров. Вот некоторые предметы, которые осваиваются на направлении компьютерной системы и комплексы. Это электроника и цифровая, и аналоговая. Это и проектирование микропроцессорных и цифровых устройств, микропроцессорные устройства и их программирование. Программирование, где студенты получают знания различных языков программирования. И, конечно, предметы, нацеленные на совершенное знание компьютерных сетей, настройки этих сетей и этих компьютеров и поддержание их в рабочем состоянии. Подготовка выпускников позволяет работать во властях, где применяются современные на сегодняшний день направления, как машинное обучение, нейронные сети, роботы для промышленности и науки, автономные мобильные устройства, передвигающиеся по земле, летающие по воздуху, плавающие по воде и под водой. Уровень подготовки такой, что позволяет быть не пассивным участником, но быть активным разработчиком всех вышеперечисленных технологических областей. Состав кафедры – это в основном преподаватели-совместители, которые работают в институтах и в научно-производственных фирмах Академгородка. Поэтому обучение здесь очень серьезное. Знания, которые они дают, непосредственно требуются на производстве. Вот я хочу привести только некоторые примеры дипломных работ, которые поступили к нам в этом году с просьбой подобрать студентов для работы в институте физики полупроводников. Разработка, первое, например, разработка автономного устройства оповещения в отказах электроснабжения и управления питанием вакуумного насоса. Разработка микропрограммы для управления цифровым синтезатором частоты на определенном устройстве. Создание программного модуля обработки осциллограмм электролитического отклика пленок полимер диспергированных жидких кристаллов. Разработка модуля контроллера параметров установки по работе с одиночными атомами на базе микроконтроллера STM32. Разработка автономных дромов с навигацией. Разработка автомобильных устройств на микропроцессорах с нейросетью на базе пикапа, на базе различных передвигающих устройств. Вот такие вот студенты, такие вот специалисты мы выпускаем в Высшем колледже информатики и в частности по направлению 0901, компьютерные системы и комплексы. Учиться здесь очень интересно. Мы не стоим на месте. Мы создали на базе кафедры естественно-научных дисциплин ряд высокотехнологичных и востребованных на сегодняшний день лабораторий. Это лаборатория микропроцессорных систем, полностью оснащенная и готова к сотрудничеству со студентами, которые будут разрабатывать различные системы управления микропроцессорных систем. Это лаборатория виртуальной и дополненной реальности. Об этой лаборатории вам расскажут немножко попозже. Это лаборатория интернет-вещей. Это очень тоже направление современное и востребованное на сегодняшний день. Об этой лаборатории тоже сегодня вам расскажут. Тот робот, который приветствовал вас сегодня, это тоже относится к кафедре естественно-научных дисциплин. И разработали его в центре мехатроники. Это тоже лаборатория своеобразная. Лаборатория учебно-производственная, где создаются вот такие роботы, их обучение. Создаются не только роботы, которые произведены на предприятиях, но и создаются свои оригинальные роботы, которые соединяют в себе множество микропроцессорных устройств. Там очень серьезное программное обеспечение, которые и роботы эти могут управляться как работать автономно, так и управляться оператором, который их будет управлять. По отклику наших студентов, которые учатся на нашей специальности, учиться очень интересно. Как вы видите, знания, которые им дают, могут быть очень сильно востребованы в современном мире. Поэтому мы ждем наших будущих студентов на нашем направлении 090201, компьютерной системы и комплексы. Добро пожаловать! Виталий, я передаю слово следующему. Спасибо вам за то, что рассказали нам поподробнее про кафедру естественных научных дисциплин. А теперь мы перейдем к другой немножечко кафедре. И конкретно нам расскажет исполняющий обязанности заведующий кафедрой социальных экономических и гуманитарных дисциплин Шамановский Виктор Валентинович. Так, я вас добавил. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Наша кафедра обеспечивает преподавание учебных дисциплин по широкому кругу. В первые два года преподаватели наших кафедр будут работать с вами по русскому языку, литературе, английский язык, история, география. Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура. О особенностях преподавания русского языка и литературы, а также о порядке сдачи по русскому языку единого государственного экзамена вам позже расскажет преподаватель нашей кафедры Ария Александровна Левстак. На старших курсах наша кафедра также продолжает работу со всеми студентами. Здесь к таким предметам, как история, добавляется основа философии, правовое обеспечение профессиональной деятельности, экономика, менеджмент, маркетинг и целый ряд других предметов, расширяющих возможности вашей профессиональной карьеры. В общих чертах все, что можно сейчас сказать о русском языке, литературу. Мария Александровна дополнительно вам расскажет о ЕГЭ. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Действительно, на нашей кафедре преподается много дисциплин, но всех интересует русский язык. И не только потому, что он великий, могучий, правдивый, как сказал Иван Сергеевич Тургенев, а потому что все студенты, которые хотят получить высшее образование, должны сдавать ЕГЭ по русскому языку. В нашем колледже информатики готовят к ЕГЭ по русскому языку и готовят хорошо. У нас два преподавателя русского. Это Галина Владимировна Сафонова и Елена Вадимовна Клюшова. Эти преподаватели работают у нас давно. Они очень опытные. Они знают о ЕГЭ все. Они знают, как подготовить ваших детей, какими источниками пользоваться детям. Они следят за этим процессом, и если ваш ребенок, если вы, студенты, будете делать то, что необходимо, то результаты будут хорошими. Нам есть чем похвастаться. В 2020 году ЕГЭ по русскому языку сдали замечательно. Не будем уж говорить, что все перешагнули минимальный порог 36 баллов. У нас практически не было студентов, которые набрали меньше 60 баллов. Средний балл по русскому языку у нас 75-80. Были многие, кто набрал 90 баллов, 90 плюс. И были три мальчика, которые набрали высший балл, то есть 100 баллов. Мы очень ими гордимся. Я еще раз назову их имена, фамилии. Мне это очень приятно. Это Илья Дякун, Павел Пятаков, Евгений Ашмарин. Это обычные мальчишки, которые хорошо учились. Они не были, кстати, отличниками. И сразу же после оглашения результатов я с ними поговорила. И спросила, как вам это удалось? Они, конечно, благодарили наших педагогов, но и отметили, что нужно было трудиться самостоятельно и немало. Кстати, все говорили, что на уроках русского языка задания были сложнее, чем на ЕД. И хорошо, что не наоборот. Действительно, русский язык у нас идет один час в неделю. И за это время преподаватели должны научить студентов очень многому. Поэтому настраивайтесь на работу. Каждый урок – новая тема. Каждый урок – самостоятельная работа, на которой нельзя ничем пользоваться. И за которую очень, ну, так скажем, жестко выставляют оценки. После первой контрольной недели родители начинают задавать вопросы нашим русистам. Эти вопросы всем известны давно. Почему, например, в школе было пять, а сейчас не пять и даже не четыре? Почему нельзя переписать те работы, которые я написал на два? Или почему нельзя сдать все сразу же, а не вовремя? Вот нужно работать в том темпе, который задают наши преподаватели. Переписывать ничего не нужно, потому что я процитирую Галину Владимировну. На ЕГЭ вам никто ничего переписывать не даст. Делать нужно все вовремя. Выучить какой-то материал сразу невозможно. Нужно учить его постепенно. Если вы пишете какие-то работы дома, то, соответственно, это совершенно не то. Вы можете пользоваться чем угодно, а на ЕГЭ вам не дадут ничем пользоваться. Поэтому, ребята, настраивайтесь на работу. Ну, многие родители после контрольной недели спрашивают, а не нужно ли нам репетитора, раз у нас все плохо? Если ваш ребенок нормально занимается, то наши преподаватели научат его без всяких репетиторов. Иногда нашим преподавателям говорят, ну, не будьте вы такими строгими, пробудите интерес к учебе, к русскому языку. Я честно не знаю, как можно пробудить интерес, например, выучить словарные слова или выучить правила уйдил после шипящих. Поэтому давайте наших русистов будем просто просить, чтобы они хорошо учили студентов и наших детей. А интерес, например, мы будем пробуждать у детей на уроках литературы. Я прекрасно понимаю, что литература – это далеко не главный предмет для наших студентов. И я вам обещаю, что на моих уроках, у нас есть еще один преподаватель литературы, Елена Вадимовна, мы будем делать все, чтобы детям было интересно, чтобы дети любили читать. А если они не полюбят читать, мы будем самим рассказывать о том, о чем нужно. И вы знаете, самой большой похвалой для меня является фраза, что в школе я ненавидела литературу, хотел рвать все книги, а теперь литература мне нравится, и книги орвать не хочу, или хочу порвать, но не все. Поэтому вот это наша цель. На уроке русского вы трудитесь, на уроке литературы вы отдыхаете, получаете удовольствие, а мы вам в этом помогаем. Хочется поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать вам, чтобы в следующем году вы стали нашими студентами. Мы вас очень ждем. До свидания. Спасибо большое, Мария Александровна, за выступление. Теперь мы тогда перейдем к доценту кафедры математики Высшего колледжа информатики НГУ Ткаченко Марине Евгеньевне. Так, Марина Евгеньевна вас добавила. Здравствуйте, меня слышно? Да, вас слышно. Здравствуйте, хорошо. Здравствуйте, меня зовут Марина Евгеньевна, я представляю кафедру математики и коротко сейчас расскажу о нашей кафедре. На нашей кафедре работает коллектив высокопрофессиональных педагогов, которые являются и кандидатами физмат-наук, и кандидатами педагогических наук, возглавляет кафедру доктор физмат-наук. Многие из наших преподавателей являются ведущими специалистами в разных вузах нашего города, Новосибирска. Значит, так как математика у нас является профилирующим предметом, то, соответственно, и программа наша эквивалентна программе физико-математической школы СУНСНГУ, с небольшими корректировками только. Эти корректировки связаны с тем, что мы готовим детей к сдаче профильной математики в форме ЕГЭ. В связи с этим особенно эти корректировки связаны со вторым курсом, где мы проводим ряд мероприятий по подготовке. В частности, у нас есть факультатив, где мы готовим к ЕГЭ. На этом факультативе разбираются уже и решаются задачи повышенной сложности. Но, конечно, основная работа ведется у нас на семинарских и практических занятиях. Помимо этого, мы детей тренируем. Тренировки проходят, заключаются в том, что мы проводим неоднократно пробное ЕГЭ. То есть мы собираем детей, они садятся, пишут 4 часа этот ЕГЭ, проверяют профессиональные также педагоги, которые, в частности, были экспертами по проверке ЕГЭ реального. Но это вот что касается ЕГЭ нашего. То есть у нас все студенты готовятся к сдаче ЕГЭ, все до единого, потому что у нас математика профильна, и даже итоговый экзамен у нас по математике тоже в форме ЕГЭ проходит. Даже те, кто не сдают ЕГЭ, они пишут все равно в форме ЕГЭ, но уже внутри колледжа. Такая практика у нас уже не один год, и она дает ежегодно все лучшие и лучшие результаты. Например, в этом году мы уже значительно увеличили количество сдавших ЕГЭ на 90 и более баллов. Поэтому мы эту практику сохраняем и будем ее в дальнейшем развивать. Значит, кроме ЕГЭ наши студенты также могут участвовать во Всероссийской Олимпиаде школьников по математике. Отборочный тур мы проводим внутри колледжа, и лучших студентов мы отправляем на муниципальный этап, который они пишут вместе с фомашатами. Ну а дальше, конечно, вы все знаете, что призеры и победители Всероссийской Олимпиады школьников имеют приоритет при поступлении в ВУЗа. Также наши студенты могут участвовать в МНСК НГУ. Это студенческая конференция. Особенно это будет полезно для тех, кто планирует связать свою дальнейшую жизнь с наукой. Это их первая будет печатная работа. Такой бонус, хороший старт для дальнейшей научной деятельности. Ну вот, в принципе, все коротко о нашей кафедре. Я надеюсь, что с нами вы будете успешными и счастливыми. Приходите к нам, поступайте к нам, будем рады вас видеть. Спасибо за внимание. Передаю слово. Да, спасибо большое. Послушали вашу презентацию. Отлично. Так, в следующем у нас на очереди старший преподаватель Кочетков Денис Борисович. Расскажет про меха-центр поподробнее. Там Денис Борисович. Меня слышите? Меха-центр. Денис Борисович Кочетков. Я заведующий лабораторией микроконтроллеров системы управления. Это лаборатория, которая занимается обеспечением учебного процесса отделения аппаратчиков. Ну, так называемые, это компьютеры и комплексы. Где, собственно, программируют в основном роботов, встроенные системы, контроллеры и прочие вещи. Ну, два основных курса, которые наша лаборатория, собственно, поддерживает, ведет, разработала. Это робототехника и микроконтроллеры. Микроконтроллеры – это третий курс уже. Робототехника у нас начинается после девятого класса и после одиннадцатого тоже. Как уже робот сказал, у нас ориентация, в первую очередь, на практику. То есть там дети приходят после девятого класса, садятся за ЮНИКС, берут робота, на котором тоже ЮНИКС, и начинают его программировать на СИ, первый семестр. Второй семестр они его программируют на Питоне. При этом при программировании физических систем, естественно, возникает физика, математика, теория ошибок, теория управления автоматических систем – все в одном флаконе, можно сказать. То есть и этот курс создает хорошую очень базу на будущее. Ну, собственно, СИ и Питон – это, насколько я знаю, сейчас два самых изощренных инструмента. Если вы это знаете, вы можете в любом другом инструменте легко разобраться. Микроконтроллеры – это курс уже продвинутый, ориентированный, собственно, на мехатронику, робототехнику. Там начинают от приводов и заканчивают нейронными сетями. Ну, это уже третий курс, как я уже сказал. Мехоцентр ВКНГО, где, собственно, я нахожусь. Вот сейчас, подожди, а вот. Тут видны всякие роботы, которыми занимаются наши дети в свободное время. Это факультативное подразделение, которое возникло в свое время как подразделение для подготовки ко всяким соревнованиям по робототехнике. Ну, сейчас мы от этого уже ушли, наверное, бесконечно далеко. Чем только Микроконтроллера у нас сейчас не занимается, в частности, коммерческими проектами. Ну, робота, которого вы видели в самом начале – это промо-бот. Ну, он попал к нам в руки неделю назад. Ну, вот ребята сейчас уже могут его заставить, можно сказать, почти что думать и говорить. Ну, естественно, и двигаться. То есть достаточно быстро разобрались. Ну, собственно, два наших основных направления – это мехатроника и робототехника. Что еще могут про наших ребят сказать? Ребята, которые у нас вот занимаются, ну, в Мехоцентре, после колледжа у них с работой проблем нет. Просто работа находит их сама, то есть, причем очень хорошо оплачивают. Ну, естественно, мы заинтересованы в ребятах, которые ориентированы на такие вещи. То есть, это надо иметь огонь некоторый внутри, то есть, энтузиазм. Но они у нас есть достаточно много. То есть, и кто в себе этот огонь чувствует, приходите. Здесь есть чем заняться. Ну, и на этом я слово, наверное, передам следующим маратам. Хорошо. Спасибо большое, Денис Борисович. Слово тогда передается старшим преподавателям. Чернявскому Андрюю Николаевичу. Андрюй Николаевич, вам слово. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, коллеги. Я представляю лабораторию интернета вещей Высшего колледжа информатики Новосибирского государственного университета и попробую в двух-трех словах описать, чем мы в этой лаборатории занимаемся. Мы с вами живем в такое интересное время, когда выходить в сеть интернет, контролироваться через сеть интернет может любая маломальская уважающая себя микроволновка. Для этого достаточно иметь на борту такой вот, например, ну, это один из возможных вариантов микроконтроллер с Wi-Fi модулем на борту. Стоимость такого микроконтроллера менее 100 рублей. По размерам он представляет собой ну, прямоугольное устройство немножко больше, чем рублевая монетка. Габарит двух рублей он вписывается, по-моему, полностью. И представьте ситуацию, что с помощью такой штуки вы можете автоматизировать хоть чайник, хоть микроволновку, хоть лампу, да, в принципе, любой прибор из тех, что вы видите дома. Ну, вот представьте себе ситуацию. Зима, холодно, а в Сибири зимой, как правило, холодно. Вы подходите к дому, поднимаетесь к себе, открываете квартиру, а вас уже ждет подогретый чайник. Как это получилось? Что произошло? Ну, просто ваш телефон определил геолокацию, сделал вывод о том, что вы возвращаетесь домой, связался по интернету с чайником и дал ему команду включиться. Точно так же можно попросить микроволновку подогреть вам обед, ужин, завтра. Не суть важна. Или другая ситуация. Лето, жара, сидите, вы никого не трогаете, подходит к вам ваша любимая бабушка и говорит, ну что, а съезди-ка на дачу, полей огурцы. Ну и представьте себе, два часа езды по жаре в автобусе до дачи, далее поливка огурцов, далее два часа езды обратно. Ну, собственно, все, день испорчен. Ну, если ваша дача оборудована такой системой, как умная теплица, то решение вопроса полива огурцов сводится к тому, чтобы кликнуть две-три кнопочки на смартфоне, либо, если вы заранее запрограммировали умную теплицу, вам даже думать об этом не придется. Она сама отследит уровень влажности почвы, температуру, если нужно, польет, если день выдался не солнечно, включить дополнительное освещение. И все это никакая не фантастика. Все это можно сделать своими руками за не очень большие деньги. Помимо таких самоделок в нашей лаборатории мы занимаемся и более серьезными вещами. Например, программированием вот таких вот учебных роботов. Учебных роботов в комплекте два. Один робот осуществляет манипуляции с какими-то объектами, второй робот имитирует процессы сварки, нанесения клея, ну и по факту он является роботом-рисовальщиком, то есть можно ему дать маркер, он будет рисовать что-нибудь на листе. И пара из этих двух роботов, они по факту формируют гибкую производственную ячейку, которая может выполнять довольно широкий спектр технологических операций, что целиком и полностью соответствует тому, что происходит на реальном производстве. Ну, грубо говоря, один робот поставил деталь, второй робот ее приводил. Первый поставил, второй приварил. Либо первый нанес клей, второй поставил, деталь прижал, поставил, прижал. Благодаря опыту, получаемому при программировании таких роботов, наши студенты уже, будучи выпускниками, могут прийти на предприятия, которые оборудованы высокотехнологичными производственными линиями, и начать их программировать, начать их служить, что весьма и весьма хорошо. И в настоящий момент на рынке труда таких специалистов не так уж и много. Ну, и, как я думаю, можно было понять систематики нашей лаборатории. Управление такими производственными линиями также осуществляется посредством сети интернет, посредством технологий интернета вещей. Помимо роботов, в нашей лаборатории есть и такие штуки. Не смотрите на то, что данный локомотив выглядит как кружка. На самом деле, это локомотив с довольно серьезной и сложной в техническом плане модельной железной дороги. Примечателен он тем, что благодаря технологиям мира интернета вещей студенты могут автоматизировать движение железнодорожных составов по макету. А спектр задач, решаемых в рамках автоматизации макета железной дороги, он абсолютно такой же, как спектр задач, возникающий и необходимость автоматизации железной дороги реальной, либо линии метро. Ну, например, в Париже первая и тринадцатая ветки метро ездят совершенно без машинистов. Этот процесс происходит автоматически. Поезда прибывают в станцию, связываются с оборудованием на станции, открываются двери, запускают, выпускают пассажиров, далее, ну и поезд следует дальше. Все это также работает впоследствии с этой технологией из мира интернетных вещей уже сейчас, а в будущем такие решения, я думаю, станут частью нашей повседневной выявленной жизни. Ну и в завершении своего рассказа я хочу сказать пару видео из того, что у нас происходит и чем еще занимаются студенты. Небольшой анонс. Мы активно участвуем в движении WorldSkills, то есть студенты, интересующиеся миром интернет-вещей, участвуют в современованиях по данной системе, ну и при том участвуют весьма неплохо на российском уровне, но об этом вам сегодня, чуть позже подробнее расскажут. А пока... Я надеюсь, экран появился. Экран появился. Я хочу показать вам пару видео. Вот так вот выглядит робот в процессе работы. Суть задачи это установить деталь в нужное место на поле. Поле вы видите на листочке. Это происходит примерно так. Ну и одно из моих любимых видео. Это видео с одного из чемпионатов. На данном чемпионате перед студентами стояла задача автоматизации большого макета железной дороги. Железный дорог... Макет железной дороги имел размеры 3 на 5 метров, насчитывал более 20 стрелочных переходов и по нему курсировало 5 железнодорожных составов. Так вот, студенты должны были все это автоматизировать таким образом, чтобы поезда в нужные моменты времени отправлялись из соответствующих пунктов, соответствующих станций железной дороги, осуществляли встречный разъезд в узловых станциях и принимались на станции своего конечного назначения. Студенты справились с этой задачей довольно успешно. Ну и как двигаются локомотивы, мы с вами чуть-чуть попробуем. Обратите внимание, что на крыше локомотива находится RFID-метка. Это часть системы позиционирования. Также на железной дороге локомотив есть ворота. Ворота белого цвета, когда локомотив проходит под ними, то на сервер, на МКТ-сервер, отправляется информация о том, что какой-то локомотив прошел такую-то контрольную точку. Далее информация обрабатывается и превращается в управляющий сигнал. Как-то так работает любая система автоматизированная с помощью технологий мира интернет-пещений. Ну и если вам более-менее интересно, если хотите узнать об этом поподробнее, то милости просим к нам в колледж, к нам в лабораторию. Будем вас ждать. На этом у меня все. Я передаю слово следующему институту. Да, Андрей Николаевич, спасибо большое. Давайте еще я вас немножечко подержу. Тут есть вопросик в чате. Какой курс принимал участие в WorldSkills с этим вопросом? Как правило, у нас в WorldSkills участвует третий курс, но на самом деле делать это может и первый при наличии желания. В этом году у нас был уникальный опыт. В результате участвовали студенты первого, второго и третьего курса. То есть здесь ограничения по возрасту никаких нет. Вы просто приходите в лабораторию, начинаете заниматься, и вы можете это делать даже на базе. Все знания, которые необходимы для того, чтобы начать осваивать развитие технологий, составляющих мир интернет-мещей. Они вам будут доступны с первого курса. Все зависит от вашего желания. Хорошо. Тогда нам все понятно. Спасибо большое за выступление. Мы тогда теперь перенесемся с вами в лабораторию виртуальной и дополненной реальности. Немного поговорим про эти технологии. Вам конкретно предстоит Игорь Анатольевич. Игорь Анатольевич, вам слово. Добрый день. Добрый день, меня слышно? Добрый день, ребята. Я хочу представить вам лабораторию виртуальной и дополненной реальности. Переключусь сейчас на презентацию. Виталий, презентация видна? Да, да, все хорошо, все видно. Хорошо. Ну, тогда, значит, хочется рассказать о нашей лаборатории. Я являюсь руководителем данной лаборатории. Меня зовут Козолин Игорь Анатольевич. Ну, значит, о самой лаборатории. Ну, вообще, ребята, вы наверняка слышали и знаете то, что вот сейчас виртуальная и дополненная реальность приобретает очень актуальное значение в нашем мире. И вот наверняка слышали, что с помощью дополненной виртуальной реальности можно начинать от того, что мы можем строить дополнительные миры, создавать собственные миры. Мы также можем заниматься разработкой каких-то, допустим, систем трехмерных и непосредственно их контролировать. Вот, как, например, показано на картинке справа, где компания Автокад предлагает вот такое вот решение. Ну, и дополненная реальность позволяет дополнить наш существующий мир некоторой новой информацией, которая может быть полезна нам для того, чтобы узнавать что-то новое. Ну, вот, например, интересный пример о дополненной реальности. Показано справа, как можно изучать интересную химию на уроке. Ну, вот видите, буквально вот здесь ничего нету на столе. И вот есть такие карточки, на котором показаны химический элемент кислород и водород. Показаны электрончики, которые летают вокруг наших атомов. И вот при присоединении карточек у нас происходят вот такие вот интересные преобразования. Поэтому процесс обучения химии становится не только наглядным, но и полезным. То есть обучаемость, ну, именно процесс обучения становится гораздо приятнее, и мы наглядно можем происходить о процессе, который у нас происходит. Ну, теперь давайте поговорим о самой нашей лаборатории. То есть, во-первых, это компетенции, в которых мы работаем. Это дополненная виртуальная реальность, но и мы также занимаемся разработкой, робототехникой и занимаемся задачей как раз внедрения виртуальной дополненной реальности именно в эти системы. Ну, задача лаборатории вот здесь вот у нас есть, можно сказать, наш девиз, то есть предоставить возможность разобраться в том, как устроить мир современных технологий или свой современный профессии. И давайте, значит, поговорим немножко об оборудовании. То есть у нас закуплено на данный момент самое актуальное оборудование, самые на рынке очки виртуальной реальности, которые вот HTC Vive Pro является, ну, одними из самых лучших. И в нашей лаборатории мы используем, ну, здесь показаны контроллеры, используем, значит, в качестве программного обеспечения для программирования вот этих вот средств. Мы используем Unity и Unreal Engine. Ну, сами понимаете, для того, чтобы моделировать окружающее пространство и модели, нам надо также, ребята у нас, то есть они не только программисты, они еще и являются художниками, можно сказать, нашего окружающего мира. То есть надо создать модели, надо обеспечить окружающее пространство. И все это осуществляется с помощью 3D-редакторов. Ну, вот наверняка вы знаете 3D Max, Maya, может быть, не слышали, но вот мы активно используем Blender. Вот. Хочется немножко рассказать о пользе виртуальной, ну, вот начну с виртуальной реальности. Ну, вот, например, один из моих студентов как раз вот защищал дипломную работу. То есть он показал, что можно путешествовать дистанционно по городам. То есть вы одеваете очки виртуальной реальности и можете дистанционно путешествовать по городу, который вам интересен. Ну, это очень актуально, особенно в наше время, да, вот, когда, допустим, ну, сейчас пандемия, конечно, но вот, например, надо вам поехать в Москву. Вот. А как выглядит Москва, чтобы сориентироваться? Вы, вот, допустим, одели такое устройство и можете перемещаться по городу, познакомиться с городом и так далее. Вторая, значит, наработка – это управление с помощью очков виртуальной реальности дистанционно малыми вот такими манипуляторами, роборукой. Вот эта роборука была полностью создана нами, то есть, не знаю, с нуля. И вы видите слева, как осуществляется через контроллер, микроконтроллер Ардуино, управление вот такой вот роборукой. Все это было сделано, то есть вы одеваете очки виртуальной реальности, поворачиваетесь и поворачивается у вас роборука. Вот такая вот была задача, которой вот студенты работали. Следующая, значит, интересная тема – это мы активно занимаемся, как я отметил, робототехникой. И обратите внимание, сверху – это робот-снегоуборщик, который был создан. Это разработка 2017 года. Этот робот поездил у нас, представляете, по центру города Новосибирска. Наработку отметил сам мэр города, то есть он подошел, мы с ним пообщались, и он нам пожелал всего хорошего и успехов в дальнейшем развитии данного проекта. Вот. Ну что интересно, сейчас, значит, вот эта задача получила дальнейшее развитие. И вот ниже хочется показать, то есть сейчас мы пришли на систему. Это система, которая, значит, робот буквально разрабатывается, то есть ему еще нет двух месяцев. И вот эта система – это универсальная платформа, она будет интеллектуальной. Это интеллектуальная робототехническая платформа. Ну, вот видите, вот здесь вот мы ее тестируем, то есть происходит сейчас как раз программирование вот этой вот системы. Платформа будет подключать машинное обучение и будет, значит, ездить, мы предполагаем, и в университете, и в колледж. Дальше. Дополненная реальность. Ну, дополненная реальность, вот здесь вот интересный у нас пример, то есть проявляется с того, что у нас есть некоторый макет на столе, любое что угодно. Мы можем навести телефоном на вот этот макет, и у нас, представляете, появляется вот такое вот целое новое пространство. Эта задача была реализована ребятами в рамках WorldSkills, где мы активно участвуем. И справа показано, значит, взаимодействие дополненной реальности с реальными датчиками, вот с реальными датчиками влажности. То есть мы не только включаем датчик, но и снимаем целую информацию и прикидываем эту информацию в наш дополненный мир, то есть мы снимаем как бы эту дополнительную информацию о датчике. Так, ребят, хочется вот тоже немножко рассказать о WorldSkills. Мы активно, наша лаборатория активно принимает участие в этом движении, это, можно сказать, мировое движение. И здесь, конечно, хочется похвастаться, потому что наши ребята буквально вот в сентябре заняли третье место на национальном финале и буквально в декабре заняли второе место. То есть после Петербурга наша команда заняла второе место в межвузовском чемпионате. Но я считаю, так как это существенное достижение, вообще лаборатория существует у нас относительно недолго два года. И вот за два года добиться таких результатов, то есть выйти, можно сказать, на уровень Москвы и Петербурга, ну, это очень достойно. И, значит, в конце последней слайды хочется отметить нашу команду. Все ребята у нас молодцы, то есть они не только программисты, но еще и художники в каком-то плане. Спасибо за внимание. Приходите к нам учиться. Здесь вы узнаете много чего нового. Научитесь программировать, научитесь также взаимодействовать, в работе, в команде. Ну и, ребята, поздравляю вас с наступающим Новым годом. И всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Анатольевич. Мы тогда теперь перемещаемся в лабораторию систем управления микропроцессорных систем. У нас на трансляции будет с нами ассистент Машков Николай Игоревич. Николай Игоревич, меня слышите? Так, вот что-то микрофон. Все-все еще немножко со звуком. Мы слышим? Да, только у вас, правда, микрофон немножечко с фильтром. Почему-то звук непонятный, в чем проблема. Так, может быть, пока мы тогда к вам подойдем. Чуть попозже. Хорошо. Проверим, как у вас все работает. Давайте мы тогда переключимся на старшего преподавателя Голкову Наталью Викторовну, если она сейчас с нами. Наталья Викторовна, я вас вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Несмотря что вы... Дорогие друзья, профессия программиста – это должен быть осознанный выбор. Так как вам придется даже после окончания колледжа дальше учиться, изучать новые языки. Это потому что меняющаяся, быстро развивающаяся технология. Вот. Но до поступления в колледж вы можете, в общем-то, попробовать себя в профессии программист. И у нас есть различные мероприятия. Например, по воскресеньям у нас проходит школа программирования, где вы можете собрать впервые робота, его запрограммировать или написать, например, игру на Пайтоне. Если вы уже продвинуты и вам нужны новые технологии, вполне возможно, вы участник, допустим, джуниор, в юниорской линейке, например, WorldSkills, то традиционно в июле мы проводим летнюю школу. И на летней школе информатики и программирования все курсы у нас разработаны так, что в любом курсе вы можете освоить модуль, который вам поможет подготовиться к соревнованиям или, допустим, к Олимпиаде, НТИ подготовиться. В этом году, несмотря что у нас школа была онлайн, мы все равно собрали 140 учащихся. И ребята выбрали разные направления. Например, ребята выбрали разные направления. Например, некоторые создавали веб-сайт, некоторые писали игры на выбранном языке, на C++ или на JavaScript, браузерную игру или, например, Unity 2D. Некоторые создавали 3D-модели в Блендере или изучали глубокое обучение. Те ребята, которые уже освоили Python и, в общем-то, им нужно было, допустим, дальнейшее изучение и дальнейший прогресс. Если вы еще не знаете, в какой области бы вы хотели развиваться, то уже третий год колледж участвует в проекте, профориентационном проекте для участников 6-11 классов «Билет в будущее». В рамках этого проекта наши наставники проводят уроки профессионального мастерства или такие короткие уроки «Трай скилл». В рамках этого каждый участник может пройти до 4 уроков и понять, в какой технологии дальше вы хотите развиваться и, например, выбрать курс нашей летней школы или школы программирования, которая проходит по воскресеньям. Ну а если вы все-таки выбрали и решили поступать в наш колледж, то для ребят, чтобы выровнять ваши знания, чтобы вы себя чувствовали комфортно при поступлении, чтобы нагрузка, которая упадет с 1 сентября на вас, не показалась вам такой большой, у нас проходят подготовительные курсы по математике и программированию. По программированию вы получите базовые знания, например, на языке Python, и это вам позволит, когда в учебном процессе с 1 сентября у вас будет 6 часов информатики, это гораздо больше, чем в школе, и причем интенсивно обычно изучается язык, так как в первом семестре вы создаете первую свою игру, вам просто, вы просто будете более подготовленные, и та нагрузка, которая на вас упадет, она вам не покажется такой уж и большой. И будете вы тогда успевать все вовремя и по всем предметам. Но по математике, так как вы учитесь во всех разных школах, это, конечно, вам позволит выровнять свои знания и уже с первых уроков понимать новые темы, которые, как и в обычной школе, начинают в 10 классе, и у нас тоже такие же общеобразовательные рассказывают темы. Спасибо за внимание. Слово я передаю Ткачёву Кириллу Варьелевичу. Добрый день, уважаемые студенты и будущие студенты, и их родители. Мы сейчас, соответственно, я попробую сформулировать или сформировать мнение, которое было, соответственно, со всех остальных, назовем, компетенций участников, которые рассказывали доклады. Я сформулирую вещи, которые у нас студенты и подготовительные курсы проходят для... Ну, точнее, все конкурсы и всевозможные проекты, которые у нас есть в нашем колледже. Вот, на презентации вы должны видеть, соответственно, часть, слайд первый, называется «Работа с молодежью». Это все конкурсы, которые у нас проводятся до поступления в наш колледж. То есть это работа с школьниками или более младших классов. Детский сад мы еще пока не берем, но младший класс у нас уже участвует. Здесь приведены первые конкурсы – это ВСИСИП по школьникам. Ну, то есть это Всесибирская Олимпиада, это стандартная, она даже в каждом регионе своя проводится. Ну, и наши преподаватели готовят как раз школьников для участия в этой Олимпиаде. Далее, соответственно, «Робокап» – это довольно известная вещь. Соответственно, она проходит в России ежегодно, и наши преподаватели и участники от колледжа каждый год что-то побеждают, ну, привозят какие-то подарки и призы. Ну, далее мы участвовали в прошлом году в мировом чемпионате, то есть это азиатско-тихоокеанский регион, но тоже являемся призерами. Далее, как предыдущий докладчик рассказывал, у нас есть две вещи. Это билет, ну, то есть основные. Это билет в будущее, соответственно, там мы, школьники, могут, соответственно, посмотреть, проверить свои знания, даже не проверить, а приобрести, прокачать какие-то новые знания, ну, и выбрать, чем же в итоге они хотят заниматься в будущем. Ну, и стандартно у нас есть, каждый год проходит летняя школа, я думаю, в этом году она также будет проходить онлайне, соответственно, смотрите, на сайте будет вся информация, там, соответственно, можно туда записаться. Далее я попробую сейчас рассказать про более старшее поколение. В нашем случае для учащихся колледжа у нас есть такие конкурсы, как «Путь в настоящую науку» ежегодный от НГУ проводится, то есть наши студенты могут участвовать. Далее Всероссийская Олимпиада СПО, то есть она проходит каждый год, она аналог WorkSkills, но, соответственно, уже такая более приземленная, более региональная. Но также, как и в WorkSkills, у них есть нацифинал. Далее Всероссийская Олимпиада, весь мир театр, наши участвовали, не часто, но иногда участвуют представители на иностранном языке. Ну, также есть RoboFest, это уже для более, хотя бы курс первый, второй, третий. Те, кто занимается робототехникой, у них есть шанс показать себя на таком вот фестивале. Ну, и самым главным, наверное, конкурсом, который в наш колледж участвует, это WorkSkills. Это мировой чемпионат сам по себе, но в России есть своя так называемая ячейка. У них есть три направления, соответственно, это региональное, это каждый год наши участники побеждают, проходят дальше. То есть мы являемся одними из самых сильных колледжей по вот этому показателю в нашем регионе. Точнее, в нашей области. Далее есть Межвуст. Ну, здесь мы совместно с НГУ участвуем, то есть наши колледжи идут как от лица НГУ каждый год. Ну, и всегда у нас есть, как правило, есть призеры, победители. То есть он проходит в Москве, в этом году он проходил дистанционно, но в большинстве случаев он проходит именно онлайн, собирается очень много людей. Далее там пару фотографий я покажу. Ну, и нацфинал – это уже победители региональных чемпионатов, соревнуются между собой для того, чтобы показать, кто лучший в стране. В этом году, в 2020-м, наши стали призерами этого нацфинала. То есть смогли показать, что они, или доказать, наверное, даже так правильно, что у нас очень высокий уровень. Далее, соответственно, приведены пару фотографий. Здесь приведены как участники. Участники, как правило, выдается им футболки красного цвета, либо кофты, ну, в зависимости от уровня чемпионата. Либо, соответственно, и приведены в черном – это эксперты. Ну, вот здесь, соответственно, региональный чемпионат слева – это вот примеры призеров наши. Справа картинка, которая была на финале, нацфинал 2017 года. То есть наши представители туда ездили. Ну, и, соответственно, вот празднование регионального и как раз передача флага самого чемпионата, который проходил в России как мировой в 2019 году в Казае. Ну, спасибо, наверное, за внимание. Я попробовал рассказать про все конкурсы, которые у нас есть. Я не знаю, ваши вопросы, я думаю, будут задаваться далее. Спасибо. Да, спасибо, Кирилл. Ну, вопросы были, конечно, по типу, например, будет ли направление такой бизнес IT, но, как я понимаю, у нас программное решение для бизнеса – это не специальность, а только лишь компетенция в области. Да, это компетенция, как раз она, я ей этой компетенцией занимаюсь, она называется программное решение для бизнеса. Да, она у нас есть, она у нас практикуется, мы ее очень часто используем, ну, точнее, мы ее тренируем, готовим, и, как правило, мы участвуем во всех чемпионатах, ну, и у нас есть победители, конечно. Она очень простая, то есть бизнес заказывает какую-то идею, и на наши компетенции участник должен в течение определенного количества времени как раз эту компетенцию, точнее, это создать приложение на разных платформах, плюс мобилка, плюс веб, плюс само приложение, ну, и, конечно же, использовать базу данных для хранения всей информации. Ну, то есть такая, ну, плюс там бизнес-процессы, которые подключаются, но это все уже, мы это учим на различных предметах, то есть это встречается на разных, ну, в курсе, вели в курсы, и, соответственно, часть есть на одних предметах, часть на других, и где-то в конце, на третьем курсе, наверное, ближе к третьему, четвертому, мы это все объединяем в одну какую-то компетенцию, точнее, не в один, ну, да, в одну компетенцию, в один набор знаний на разных предметах и объединяем, и в конце уже человек выходит, зная какие-то там подробности данных. Хорошо, спасибо большое. Так, давайте мы тогда теперь вернемся к Николаю Игоревичу, проверим, все ли у него хорошо работает, Николай Игоревич. Да, все, отлично вас слышно, передаем слово тогда. Здравствуйте, меня зовут Николай Игоревич, я буду посылать ему лабораторию микрофессии системы управления, я не буду много говорить, чему мы здесь учим, я просто покажу, что мы здесь делаем. Ну, начнем. Когда у нас студенты только попадают к нам, мы начинаем с цифровой схемотерапии. Здесь вы видите курсовой проект студентов, это частотомер прямого счета, но если обратите внимание, он только в четвертом знаке расходится с лабораторным генератором сигнала после этого показания. Это еще один курсовой проект, более старый, все мы потом посмотрим более близко, более подробно. Здесь у нас реализован десятичный счетчик и двоичный счетчик совместный. Считают от одного источника сигнала и отображается один коджикод в двоичном и в десятичном виде. Ну и приходим к более интересным штукам. Робот-манипулятор также собран нашими студентами. Это часть курсового дипломного проекта этого года. Он работал совместно с системой технического зрения на дипломе. Здесь мы его демонстрируем просто, как говорится по координатам. Он примечательен тем, что за основу взят открытый проект из интернета, а все его размеры приведены в соответствии с промышленным роботом Кукой. В общем-то, он у нас так и называется, Кукаренок. То есть, научившись управлять такой машиной, вы, в принципе, сможете управлять и машинами более взрослыми. Ну и вот это вот еще один проект позапрошлого года. Это подводный робот. К сожалению, он здесь плавать не будет. Ну, покажем, что он может что-то взять. Подержать и отдать. Значит, этот робот делался по заказу одного из образовательных учреждений города Новосибирска. Он использовался в их образовательном проекте. Он реально плавал в Японском море летом за прошлого года. Сейчас он не просто используется в учебном процессе. Ну и, конечно, какой может быть современный колледж без дрона? Сейчас у нас прилетит маленький дрончик. Посмотрит на своих будущих учителей. Ну, дрончик, давай, лети. Летает он автономно. В данный момент по программе. Сейчас он на вас на посмотрим внимательно, оценит. И полетит домой. Ну, а теперь, как и обещаю, расскажу более подробно о всех этих замечательных изделиях. Значит, робот работает весь на шаговых двигателях, кроме схвата. На схвате используется обычный модельный сервопривод. Шаговые двигатели, которые обеспечивают перемещение всей руки, достаточно массивные, работают парные. Следующий шаговый двигатель у него с редуктором. Ну, и дальше используются просто шаговые двигатели. Робот имеет шесть координат. Как я уже говорил, размеры сняты с реального промышленного робота. В этой чудесной коробочке микропроцессорная система управления. Ну, к сожалению, я не подумал, что ее надо было бы открыть. Извините. Частотомер прямого счета. Подключен сейчас у нас к лабораторному источнику сигналов, к осциллографу, значит, собран на макетной плате на рассыпной дискретной логике. Значит, дальше студенты начинают изготавливать самостоятельно печатные платы. Это вот, можете оценить сложности и качества плат, которые они изготавливают. Плата двусторонняя. Изготовлена полностью в колледже, полностью вручную. То есть здесь не было никаких промышленных процессов. Это, в общем-то, сделано, можно сказать, руками. Значит, замечательный генератор на триггерах и счетчиках с дешифраторами. Как вы видите, здесь еще используется вакуумный индикатор. Это изделие товарища Сидорова, аж 2010 года, с таким качеством сделано, что 10 лет спокойно работает, используется на многих демонстрациях, много куда ездила, и тем не менее живая-здорова. Ну и, собственно говоря, подводный робот, значит, имеет векторную систему управления. Значит, четыре двигателя, расположенные под углом в 45 градусов, обеспечивают возможность маневрирования в горизонтальной плоскости, поворота, движения под любым углом, движения под любым углом с одновременным вращением. Два двигателя вертикальной тяги обеспечивают перемещение вверх-вниз, гермокорпус, камера, внутри, значит, автопилот, компьютер-компаньон, значит, ну и наземная станция управления на базе куберовом контроле. Связь идет по кабелю. Как я уже говорил, этот робот реально плавал в Японском море, решал какую-то там образовательную задачу, к сожалению, подробностей я не знаю. Это диплом позапрошлого года. Ну, наверное, все. Жду ваших вопросов, пожеланий. Надеюсь, я ответил на вопрос, чем мы здесь занимаемся. Да, спасибо большое, Николай Игоревич. В принципе, в чате я особо вопросов никаких конкретно к вам не видел. Если что, то мы сейчас тогда начнем как раз, скажем, такой небольшой блок ответов на вопросы. Если у кого-то что-то есть, те моменты, на которые мы еще не ответили, которые вам интересно было бы узнать, то повторите их тогда, пожалуйста, сейчас в чате, чтобы мы их увидели, подняли и обсудили вместе с Марией Александровной. Так, давайте тогда мы сейчас немножечко подождем, пока нам напишите свои вопросы. Первый вопрос. Как поступить на воскресные курсы? Мы уже на вопрос отвечали. Нужно вам позвонить к нам в отдел дополнительного образования в любой будний день, там с 10 утра, 3, 7, 3, 11, 66, и вам расскажут, что нужно сделать. Спасибо. А, плата идет за месяц. Так, оплата идет за месяц. Что конкретно идет? Что конкретно идет? Я не знаю. А вы знаете, кстати, есть... Я бы что. Кстати, есть... Оценка ОГЭ никак не влияет на поступление? Никак не влияет. Влияют только оценки, которые у вас стоят в аттестате. Так, ребят, еще добавил ссылочку. Здесь на летнюю школу. Если хотите посмотреть поподробнее информацию о том, как записаться и что конкретно на ней предлагается, она внизу экрана. Повторю еще вам дополнительно в чате ее, чтобы вы могли на нее перейти и посмотреть. Там все, что касательно летней школы. Так, касательно... Такого отдельного нет у нас. Направления обучения нет. Понимаю, кто первый подал документы на вне бюджета, тот и зачислился. То есть у нас зачисляется на вне бюджета тот, кто выключает договор и его оплачивает. Пишите, то есть можно смело сдавать ОГЭ на 2, но если оценка, которая вам пойдет в аттестат, совершенно не зависит от ОГЭ, то сдавайте на 2. Только аттестат вам, видимо, не дадут. А аттестат нужен. Так, и еще дополнительно, ребят, я добавил вам ссылку в чате на воскресную школу. Если тоже вас интересует эта информация, можете там это посмотреть. Обе ссылочки у вас в чате. По ним можете переходить. Так, еще вопрос. Какой минимальный балл аттестата должен быть при поступлении? Ну вот, смотрите, мы пока не знаем, какой будет конкурс, но есть информация о прошлом годе. Конкурс большой, на бюджетные места балл аттестата должен быть высокий. Вот, посмотрите, приказы о зачислении, кого зачислили на бюджет с каким баллом. А, соответственно, на вне бюджета поступает тот, кто подключил договор, успел заключить договор. Какие предметы будут на различных кафедрах в 10-11 классах? Ну, в общем, об этом мы рассказывали. Вы можете сейчас посмотреть расписание наших, например, первокурсников, второкурсников, да, опять же, на официальном сайте ВКНГУ. И вам станет все понятно. Да, ребят, собственно, посмотрите, пожалуйста, сайт наш более подробный, вся.nsu.ru. Там на самом деле на процентов, наверное, 90 вопросов найдете свои ответы. Разделов там очень много, все очень подробно. Где-то есть редиректы на сайты НГУ, потому что мы все-таки являемся структурным подразделением, поэтому у нас есть какие-то проекты общие, да, либо мы их просто платформой используем. Но конкретно о нашем колледже вся информация будет написана там, поэтому, пожалуйста, поизучайте, посмотрите. Можете посмотреть поступление этого года, текущее, которое было, и почитать приказы, посмотреть, сколько студентов, по каким баллам они проходили, посмотреть, какие документы нужны для поступления, но, опять же, вам, может быть, об этом не стоит так заранее беспокоиться, да, вы можете это узнать уже в следующем году, когда будет поступление 2021-го. И, соответственно, мы постараемся сделать как можно более простой, интуитивный процесс подачи документов. Там вы все сможете узнать. Какие предметы будут на различных кафедрах в 10-11 классах? Значит, те же предметы, что и в школе бы были у вас, плюс добавится информатика. Робототехника. Спрашивают, режим учебы очно? Да, мы планируем прямо выходить со второго семестра, 1 февраля, в очный режим учебы, и, надеюсь, к тому времени, когда вы к нам поступите, в сентябре, все уже точно будет везде очно. Если с другого города и на вне бюджета общежитие предоставляется, нет, предоставляется общежитие только иногородним, которые поступили на бюджет после 9-го класса, на базе 9-ти классов. Так, ну, я не наблюдаю больше вопросов, и я думаю, на большинство из них мы так или иначе ответили, и вы смогли узнать побольше информации о нашем колледже. Мы тогда будем, наверное, заканчивать наши... Ага. Химия и биология в 10-м классе будут нагружать, или этих предметов не будет вообще? Эти предметы будут. Они, по-моему, биология преподается на первом курсе, да, первый семестр, химия вроде продолжается дальше. Предметы эти преподает очень хороший, серьезный преподаватель. Ну, будут вас требовать, но сильно нагружать не будут. Во сколько начинается учеба, придется ездить. Ну, у нас уроки начинаются с 9-ти утра, первая пара. Кстати, еще скажу, что если какие-то вопросы у вас появятся, вы можете написать нам в официальной группе ВКонтакте. Можете прямо найти меня, листак Марию, и написать мне личное сообщение, я вам отвечу в самые кратчайшие сроки. Много документов заполнять? Да, они будут все указаны на сайте, когда начнется приемная комиссия. Если вы в чем-то не разберетесь, вам обязательно помогут. Сколько длится учебный год? Ну, смотрите, начинаем мы первое сентября, первого сентября заканчиваем в середине июня. Сессия у нас зимняя в январе. Второй семестр начинается вот в этом году с 1 февраля. Да, весенних-осенних каникул нет. Как проходит физкультура? Физкультура проходит, наверное, так же, как проходила у вас в школе. У нас хороший отремонтированный зал, выдаются лыжи, зимой студенты катаются на лыжах в лесу. Ну, преподаватели хорошие, молодые, активные. Важно сказать, что если у вас есть какие-то справки об освобождении от физкультуры, то нужно их заранее приготовить. Футбол играют? Играют. И футбол, и волейбол. Волейбол, баскетбол. На лыжах катаются. Есть тренажерный. Есть тренажерный зал. Ну, все, вопросы кончились. Мы рады, что вы такие общительные, что вы уже познакомились друг с другом. Поэтому будем ждать вас в нашем колледже. Так, ну, хорошо, тогда мы будем завершать наш сегодняшний день открытых дверей. И итоговое слово у нас возьмут ребята, студенты нашего колледжа, с их музыкальным номером. Поздравления с наступающим Новым Годом. Сейчас мы их подключим из актового зала. Послушайте их, пожалуйста. Когда приходит год молодой, отстань и уходи вдоль. Снежинку в рубку спрячь ладонь, желание загадай. Смотришь надежды, ночную синий, крепко ладонь желай. И все, о чем мечталось, прости, загадывай и желай. Новый год, что в ладонь оставит, исполнит ведь мечту твою. Если снижинка не растает, твоей ладони не растает. Богачи сын двенадцать бьют, богачи сын двенадцать бьют. Когда приходит год молодой, оставь уходить прочь, давно свершится мечте любой, тогда уже за ночь. Затихнет все, изобрет вокруг, при двери новых дней. И обернется, снижинка вдруг, шаттится в руке твоей. Новый год, что в ладонь оставит, исполнит ведь мечту твою. И если снижинка не растает, твоей ладони не растает. Богачи сын двенадцать бьют, Богачи сын двенадцать бьют. Когда приходит год молодой, оставь уходит даль, Снижинка вдруг спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри, надежды ночную синей, крепко ладонь чимай. И все, о чем мечтала, спроси, загадывай и желай. И новый год, что в ладони не станет, исполнит ведь мечту твою. И если снижинка не растает, твоей ладони не растает. Богачи сын двенадцать бьют, Богачи сын двенадцать бьют, С наступающим!